Люди почему-то очень сильно, как будто бы завидуют друг другу, и они спрашивают друг друга, а ты что, под наркотиком что ли? Да, это может быть интересный вопрос. Когда, например, человек особенный, на каком-то настроении хорошем находится, и кто-то выступает хорошо, и ему говорят, о нем говорят, а он, наверное, наркотик употребляет, какую-то там особую наркотику, которые дают человеку такую энергию. Я подумал, что самый лучший наркотик, это, какой же это самый лучший наркотик? Самый лучший наркотик, это правильное мышление. Вот я сегодня правильно медитировал, какую-то правильную медитацию сделал, и меня такое счастье испытало, как будто бы я был отменен, был полностью пьяный от счастья, потому что я правильную медитацию провел, правильно сделал все. Что же за медитация? Наверное, я в следующий раз расскажу, или я всяко хочу ролики об этом делать, о своих правильных мыслях, как правильно мыслить, какие есть глобальные вещи, которые... Хорошо, я расскажу, ладно. Это уважение к старшим. Уважение к старшим, оно, человека так эго смягчает, как будто человек пьяняет, у него становится гибким. Когда человек пьяный же, он становится расслабленный, гибкий, и он все-все легко, как бы ему все легко дается, легко мыслится, он обо всем легко... Ну, как бы все ему там... Он погружается в любую ситуацию. Когда человек пьяный, опьяненный, как будто бы у него эйфория такая, как будто у него много энергии, и это как бы достигается незаконным путем. Но как опьянеть правильным образом, как опьянеть от счастья, от истинного счастья? Вот это вот, например, правильное мышление, уважение к старшим, оно так сильно дает человеку такую энергию, что человек испытывает огромное счастье, когда он правильно вещи делает, когда он накапливает энергию, потому что он не теряет энергию, когда он правильно действует, он накапливает энергию, в конце концов он накапливает достаточно энергии, чтобы быть полностью счастливым. Вот эта же водка, она дает человеку, или наркотики дают человеку какое-то улучшение временное, а потом как бы ум к этому привыкает, а потом возникает кризис, потому что в какой-то момент надо будет отрабатывать это счастье. Но если заранее заработать это счастье, то потом не надо будет отрабатывать, лучше заранее заработать правильными мыслями. Делаю вам успехов, желаю вам по-настоящему быть гармоничными и быть по-настоящему счастливыми без всяких... Желаю вам быть счастливыми без всяких стимуляторов, биологических стимуляторов.